С ДА-370 на связи. Это значит, наш экипаж выехал на маршрут патрулирования. Сегодня два Сергея охраняют покой в районе Водники. Сейчас здесь стало гораздо спокойнее, говорят полицейские. А вот пару лет назад им пришлось провожать здесь молодого человека. Я вас здесь в вашем районе первый раз. Я говорю, столько наслышан о нем. Я говорю, боюсь идти. Пошли, проводили, дом оставил. Смена начинается в шесть вечера. По городу разъезжается два десятка экипажей. Выходят пешие патрули. Обычно группа курсирует по району и ждет сигнала, когда где-то потребуется помощь. На нашей линии пока тихо. А вот на улице Саммера неизвестный взломал дверь в квартиру. По словам хозяина, внутрь никто не заходил. И, скорее всего, пока неизвестный ломал дверь, он поранился. Это преступление удается раскрыть в прямом смысле слова по горячим следам. Цепочка кровавых капель приводит к квартире на первом этаже. На стук открывает нетрезвый мужчина. Я дверь поверни. Вы к нему стучались? Я к нему не стучался вообще. А вы что, ваше кровь там делаете? Да ничего не делаете. Так, нормально. Сюда и кровь-то идет отсюда. Поначалу мужчина отнекивается. Спал, дверь не трогал, руку поранил на работе. Но спустя несколько минут эмоционально рассказывает о причине своего поведения. Потому днем приняв на грудь и решил отомстить соседям. По словам полицейских, 90% преступлений, на которые им приходится выезжать, совершаются в нетрезвом виде. Пьяные задержанные – это еще одна головная боль. Особенно после того, как в Вологде закрылся вытрезвитель. В новом УАЗике это помещение для особой категории граждан. Условия здесь спартанские. Решеток и ока нет. Глухая железная дверь, деревянные лавки, кусок линолеума на полу. И для удобства зажигает маленькую лампочку на потолке. Правда, тем, кто все-таки попадает внутрь, эта радость уже без разницы. Не успеваем сесть в машину, как по рации вызывает пеший патруль. На остановке в общежитии нас ожидает клиент. Как раз из той самой особой категории. Задержанный на ногах почти не держится. Так что полицейским приходится в буквальном смысле на руках заносить его в задний отсек. А у первого отдела на Засимовской чуть позже встречаем уже знакомого дебошира. Его сосед все-таки решился написать заявление. Против него, скорее всего, возбудят уголовное дело. А вот мужчину с остановки после того, как проспится, отправят домой. И, скорее всего, за пятничный вечер он не последний, кого придется в невменяемом состоянии везти в отдел. Мы покидаем машину. А у двух Сергеев впереди еще почти 9 часов смены. Людмила Малинина, Игорь Трифонов. Новости Вологды.